Начнём, не будем ждать остальных. Я хотел прочитать и говорить, я начну. Мы сегодня с Роман Владимировичем Учёновым будем рассказывать о том, чем я занимаюсь, о том, как готовим к программе духа и, собственно, как проводим программу духа. Максим Владимирович, мне поможет, и получать с вами, да? Хорошо. Немножечко о том, как появилась ЭКО. Впервые процедуру ЭКО изобрёл профессор Билл Батинс, в 1978 году это состоялось. То есть это произошло в 1978 году, произошли первые роды ЭКО. До этого, конечно же, ещё с 50-х годов начались эксперименты, для того, как проводить эту процедуру, они были удачными, и вот это место, первый удачный эксперимент, первый удачный, окончившийся родами. То есть родилась девочка Бузенбраун, которая, собственно, сейчас ей предшествует, она имела уже двое собственных детей, которые зачаты естественным путём. Так что история достаточно уже внушительная, и можно сделать выводы о здоровье тех деток, которые в результате этой процедуры породились. Что же такое, собственно, вот это, собственно, девочка, которая летела сюда. Ну, это известная достаточная история. Что же такое, собственно, бесплодие? Это отсутствие беременности у супруга здорового возраста в течение 9 месяцев без контрацепции. Надо сделать помарку, что если возраст в крови старше 35 лет, то мой диагноз правомощный ставится уже через 6 месяцев регулярной половой жизни. Здесь не требуется пока никаких обследований, дополнительных анализов для того, чтобы поставить диагноз. И, соответственно, когда поставлен диагноз, здесь уже начинается обследование лечения, эффективность лечения напрямую зависит от возраста. То есть самая высокая в возрасте до 30 лет, старше 20 лет, она не превышает 10-15 процентов. Поэтому здесь очень важно более обратиться в клинику. Но, как показывает статистика, это только половина всех супружеских пар вам, собственно, походят. Как наступает беременность? Немножечко я расскажу об этом для того, чтобы можно было понять, как происходит само процедурное пол. То есть в середине менструального цикла в конец женщине созревает женская половая плеточка и энциклина. И так вот она выглядит под микроскопом. То есть происходит разрыв яйцеклетки, агуляция, и клеточка выходит в брюшную полость, захватывается маточной трубой. Труба должна активно перестактировать. То есть не только внутренний комплект трубы должен быть проходим для яйцеклетки эсперной, но в том числе и вокруг трубы не должно быть никаких спайк, только в этом случае возможны процессы облаготворения. Далее клеточка в течение 5 суток, путешествуя по маточной трубе, она благотворяется вот так вот так как разрывная клетка выглядит. То есть слияние двух ядер мужского и женского предошло и начинает делиться, дробиться на 4 клеточки, они называются блостоцистомеры. Далее на 8 клеточек, далее на 16 и уже более 100 клеток, если в эмбрионе, этот эмбриончик называется блостоцистом. И вот на этой стадии происходит разрыв оболочки и внедрение эмбриона в лотку. И вот именно на 5 день развития эмбриона происходит имплантация. Собственно, что-то если из этого механизма не срабатывает, и возникает бесплодие. Какие могут быть причины? Например, отсутствие эмбриона, то есть не происходит созревание лицепетки. Как это определить? По УЗИ, по исследованию гормонального фона, по определению эмбриона эмбриона, по тестам, это опять-таки основано на гормональном исследовании. То есть все это можно определить и, собственно, скорректировать. Гормональный фон, в тех случаях, когда это неэффективно, мы не ждем долго, то есть после коррекции гормонального фона, в 1 месяц, если беременность не наступает и не происходит обуляция, мы приступаем к стимуляции лечения. Или же провести проблему эмбриона. То есть причины могут быть как изолированные, так и сочетанные. Следующая причина – это внутриматочная патология, которая препятствует имплантации эмбрионов нормальной. Как определить мы это можем? С помощью гистероскопии осмотра матки изнутри, визуал, 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 осматривать все стеночки. Нормальная полость матки выглядит круглой, выглядит ровной эндометрией. И вот могут быть различные патологии полости матки. Например, перегородка полости матки, полипы полости матки, субмукозные узлы, которые даются непосредственно в полости матки. И синехи, то есть это спайки. Это частая картина, кстати, после медицинских работ. Все это можно удалить с помощью внутриматочной хирургии. Удаление полипов, спаек, перегородок и драматозных узлов. Соответственно, очистить матку и готовить влюбленную имплантацию. Патологии маточных труб и опрюшной полости. То есть спаечный процесс. Самая частая причина отсутствия беременности. Определяем мы с помощью различных методов. Самым простым является метросарпингография, которая проводится путем введения контрастной жидкости через матку. В исполнении контраста мы делаем вывод о том, проходим ли трубы или нет. Это все рентгеновский метод. Но здесь не все так просто. Все-таки этот метод, у него очень много недостатков. То есть то, что снаружи обматочено трубами, не видим. То есть мы проверяем только внутренний контур трубы. А если снаружи есть спайки, то это можно проверить только с помощью лапароскопических способов. Например, трансвагинальная гидравароскопия путем прокола задней стенки влагалища Вводится видеокамера, рассматривается уже непосредственно. Видео делается, то есть глазом. Но здесь мы не можем не достаток, мы не можем исправить. Даже если мы найдем какую-то патологию. И, собственно, лапароскопия, которая позволяет нам не только посмотреть, что в малом тазу, но и исправиться. То есть здесь уже проводятся полноценные операции по реконструктивной, то есть по восстановлению проходимости маточных труб, по рассечению спайок. Следующей причиной женского бесплодия является, собственно, цервикальный фактор. То есть это нарушение проходимости цервикальной слизи для спермы. Это может возникать из-за каких-либо рубцовых деформаций в шейке матки. Например, были роды сложные, были какие-либо инфекции, было лечение шейки матки сложное. Иногда такое возникает по поводу сплазиджи, при анкологическом состоянии. И в этом случае шейка настолько искреплена, настолько повреждена, что это может быть буквально изолированная причина отсутствия беременности. Что мы здесь можем сделать? Мы можем это только преодолеть путем внутриматочной инсеминации. То есть введение спермы непосредственно через цервикальный канал в полость матки. Вот так вот это делается. Тоники и катетеры мы просто преодолеваем. Потому что, конечно, справиться с плавочным процессом в цервикальном канале достаточно сложно. В результате они, как правило, всегда возвращаются на место. Это очень кратковременный процедур. Изобрываем про мужской фактор бесплодия, который составляет примерно половину. В всех случаях бесплодия в поле. То есть вы выделяем обязательно спермограмму. То есть не только проверяем женщину, но и мужчину. Нормальная сперма – это не менее 15 миллионов в миллилитре сперматозоидов, не менее 30% из них активно подвижных. И учитываем также еще морфологию, не забываем про Марк Трест. Это такой показатель спермы, который показывает наличие антител в собственном сперматозоиде. То есть агрессивные весные среда в организме мужчины. Такое бывает после операции, например. То это как раз сперматозоид не способен к оплодотворению. Очень часто базовая спермограмма это не предусматривает. То есть в Марк Трест нужно заказывать всегда отдельно в лаборатории. То есть это у вас сперматозоид не нужно. Когда необходимо ЭКО? То есть все консервативные меры, которые причисливают и стимуляции, это внутриматочная семинация, это и вапроскопия. Они, конечно, хороши в реабилитации собственной эффективности, собственной возможности к зачатию. Но надо понимать, что все они обладают эффективностью не более 20% на один цикл. То есть человеческий род наш, он очень-очень непродуктивный. В отличие от животных, у которых каждый устроенный цикл является фертильным, продуктивным. То есть человеческий род, он все-таки достаточно сложно эволюционно сложился, поэтому мы с эволюционной точки зрения непродуктивные роды. Поэтому у нас очень низкие шансы, даже при всех условиях, если они есть в организме для зачатия, у нас очень низкие шансы на один цикл забеременности, порядка 20%. 15-20%. И поэтому, конечно же, здесь, если еще и какие-то препятствия для этого существуют, и если мы пытаемся это исправить, нужно понимать, что шансы еще более снижены. А вот процедура ЭКО, она дает самые максимальные шансы на зачатие. Почему? Это потому, что во время этой процедуры мы минуем, во-первых, многие факторы, которые препятствуют уступлению болезненности в организме, и, собственно, повышаем свои шансы на зачатие путем стимуляции большого количества холеков. Сейчас я попробую остановлюсь на этом. Хочу только сказать, что количество попыток внутриматочной инсиминации, оно должно быть не слишком большим. То есть, по нашим стандартам, не более шести попыток. Если беременность не наступает, значит, надо переходить к более эффективному методу ЭКО. Так же, как и более шести попыток стимуляции личников. То есть, затягивать процесс, так скажем, лечения менее эффективными методами тоже нельзя. Иначе это может в дальнейшем отразиться на результатах программы ЭКО, на вообще возможности забеременности. Мы помним, что с возрастом эффективность лечения очень сильно снижается. Ну и сам по себе диагноз бесплодия, то есть отсутствие беременности в течение 9 месяцев, если старше 35 лет возражающими спустя 6 месяцев. То есть, сам по себе этот диагноз является показанием процедуры ЭКО, и пациенты могут выбрать как альтернативу любому другому методу именно методу ЭКО. Ну и, конечно, если врачный продуктолог есть необходимость именно проведения ЭКО. Сама процедура ЭКО, из чего она состоит? На первом этапе, вообще целью этой программы является получение яйцеклеток и оплодотворение их вне организма женщины. То есть, тот процесс, который происходит в яичниках и в маточной трубе, происходит у нас в лаборатории. Как мы этого добиваемся? Во-первых, мы получаем яйцеклетки. Мы получаем не одну, как и естественную яйцеклетку, а сразу несколько, для того, чтобы повысить шансы женщины на беременность. Для этого проводится стимуляция, суперогуляция препаратами, которые имитируют естественные гормоны организма женщины. Далее проводится забор яйцеклеток, то есть функция фоликул. Третьим этапом проводится мультивирование эмбрионов. И далее четвертый этап – это перенос эмбрионов в матку и поддерживающая терапия. Вот теперь подробнее про каждый этап. Первый этап – стимуляция. Мы проводим с помощью препаратов гонадотропина. Как я уже сказала, это естественные гормоны, которые в лабочной жизни действуют на гормоны женщины и яичники. Но мы их вводим в достаточно больших дозах. Введение гормонов проводится подкожно или внутримышечно. Все это совершенно безболезненно. Препараты фирма-изготовитель их специально приспособила для самостоятельного использования. И во время стимуляции, конечно же, мы отслеживаем рост фоликул для избежания гиперстимуляции. То есть женщина приходит на ультразвуковые мониторинги примерно 3 раза за все время стимуляции. Продолжительность стимуляции 10-12 дней. Вот так вот выглядит картинка УЗИ, которую мы смотрим на экране во время стимуляции. То есть большое количество фоликул в черной точке – это и есть фоликулы. Их созревают клеточки, которые мы затем получаем в процессе функции. Пункция яйцеклеток проводится под внутривленным обезболиванием. Здесь вопрос даже не в самом обезболивании, а в том, чтобы не было никаких либо непроизвольных движений. То есть в принципе порция раньше проводилась под внутривленным обезболиванием. То есть все это проводится достаточно комфортно. Она делается очень тонкой иглой. Диаметры этой иглы чуть-чуть потолще, чем та игла, которой берем кровь из лего. Если вы сдавали когда-то кровь, то вы представляете, о чем речь. И эти проколы, они практически тут же на головах заживают. Поэтому вагинально это все проходит так же комфортно, безболезненно. Но обезболивание лучше все-таки проводить, дабы избежать каких-либо непроизвольных движений, для того, чтобы не потерять клетку. Слишком маленькие расстояния и слишком дорогой материал, который получили наши яйцеклетки. Поэтому здесь, конечно, мы все-таки используем внутривленное безболивание. Обязательно под вертиковым контролем. Наблюдение длительное не требуется. Буквально через два часа в целом уже покидает клинику самостоятельно. И собственная процедура по этому считается глотарной. Вот такой игвой, то есть таким датчиком УЗИ мы смотрим женщины перед функцией. Сверху носочек такой железный или надевается тон в руках. Сделается прокол и стеночек полагающий сразу слева. Далее яйцеклетка попадает в эмбрион. Это наши врачи с биологическим образованием, которые занимаются непосредственно работой с клеткой. Процесс процедуры ЛИКО, она не связана только с личностью. Получается не долго, а в команде. То есть, половину успеха зависит именно от биологического образования всей процедуры. Вот так выглядит клеточка микроскопа. Древо – клеточка. И затем, когда выбираются клеточки кумерсной массы, в которых она растет, то она выглядит уже отдельная клетка. Далее проводится процедура оплодотворения. То есть, в день функции муж дает свет. И вот здесь мы получаем все клетки жены и клетки мужа. Мы должны буквально в течение нескольких часов провести встречу. При традиционном ЭКО мы просто запускаем клеточки сперматозоидов в среду, где находится яйца клетка, и они сами движутся к клеточкам поводотворения. Вот так вот они выглядят под микроскопом, получением по 400 раз. То есть, сперматозоид – маленькая клетка по сравнению с яйцоклеткой сотни раз, поэтому они выглядят очень-очень мелко. Если мы в сперме видим нарушение, то есть сниженная концентрация сперматозоидов, тогда мы можем предложить парепроцедуру эксид, для того чтобы добиться получения оплодотворения. То есть, при традиционном ЭКО в случае снижения концентрации оплодотворения не наступает. То есть, сперматозоидов недостаточно для того, чтобы пройти всю полочку яйцоклетки, чтобы ее оплодотворить. Тогда они подносятся непосредственно в яйцоклетку путем вот такого тоненького ЭКО. Вот эта точка в середине иголочки – это сперматозоидов. Видится, насколько он меньше, чем сама яйцоклетка. То есть, это процесс оплодотворения и происходит у двумя по сравнению. Либо традиционный ЭКО, либо процедура ЭКСИ. Далее, что может привести к снижению качества спермы? То есть, как заболевание, так и окружающая среда. И заболевание – это врожденное состояние, неопущение ящик-мошонку, например, криптоархизм. Варикоцель. Такой возможный диагноз у мужчины – расширение веса на нового канатика. Надо сказать, что повышение температуры тела, если в течение последних трех месяцев было выше 38, то есть, была какая-то серьезная инфекция, то тоже может привести к кратковременному снижению сперматогенеза примерно на 3 месяца. Именно на тот период, когда происходит сперматогенез. Возраст мужчины старше 40 лет. То есть, буквально последние данные появились об этом. Врач считал, что мужчина всегда во все периоды жизни имеет хорошую сперму, если нет его проблем со здоровьем. Но все-таки последние исследования нам показывают, что процент повреждения ДНК спермы с возрастом старше 40 лет он повышается. Какие-либо инфекции. Что касается окружающей среды. Это и радиация, это изобрезнение, курение свыше определенного количества сигарет, свыше 20, больше пачки. Это все, конечно же, даёт, в том числе и на спермы. Поэтому, если мужчина курит, здесь позиция такая. То есть, бросать курить, конечно же, нужно, но не с целью повышения качества спермы. То есть, нужно понимать, что каких-то резких изменений не произойдет. То есть, это нужно делать просто для общего здоровья, потому что, конечно, рак легких, он на первом месте у курящих людей. Но в случае вот именно улучшения качества спермы, это как комплексная мера. То есть, резкого изменения не произойдет, конечно, если мужчина просит курить. Это тоже надо понимать. Ну, и различные медикаменты могут повлиять на спермы. Это генез, химиотерапия, конечно же, если это онкологические заболевания. Некоторые факторы окружающей среды, которые сейчас содержатся у нас в избытке вокруг, это такие вещества, как талаты, которые находятся в большом количестве пластмассовых предметов и в пластике, которые нас окружают. Они обладают эстрогеноподобным действием организма мужчины. То есть, действием сравнимым с действием женских гормонов. Поэтому, здесь не значит, что это надо выкладывать весь пластик вокруг, но обращать внимание на такие этикетки, как этикетки рециркуляции. Они везде существуют. Я потом подробнее расскажу, на что именно нужно обратить внимание. Далее, после того, как эмбриологический этап у нас продолжается, произошло оплодотворение. Далее, мы расследим за развитием эмбриона в течение пяти дней. То есть, весь тот этап, который происходил в наночной трубе, весь у нас происходит на водах уголовной. Только у нас не одна клетка, а сразу несколько. Конечно же, мы здесь имеем возможность выбирать. Выбирать самый сильный эмбрион из того количества, которое мы получили. В этом и состоит основное преимущество процедуры ЭКО. Потому что организм женщины и созревание одной лица клетки не дают таких преимуществ. Клеточка может не оплодотвориться. Она может быть достаточно слабой, но конкретно в этом цикле. А в процедуре ЭКО, когда мы провели стимуляцию большого роста коллекул и получили несколько эмбрионов, мы сразу видим, кто сильнее, кто слабее. Соответственно, перенос выбираем самый сильный. Далее, все это происходит в нашей лаборатории, которая имитирует внутреннюю среду организма. Все современные технические новинки направлены на то, чтобы максимально приблизиться к организму женщины. В той среде, которая находится в маточных трубах. То есть это и сниженная концентрация кислороза, повышенного кислого газа. Это и специальные лабораторные среды. Это и определенные температурные режимы. Важность, давление и т.д. Или могут на этом подобном остановиться. Далее происходит перенос эмбриона в ногу. Он проводится без наркоза, без обезболивания. Это не больно, не страшно. Это даже не чувствуется. Под эмбрион звуковой контролем. То есть выбирается самый сильный эмбрион и переносится в ногу. Не требует от женщины специальной подкоплоги. Далее, собственно, мы в этот день отпускаем женщину домой. Надо сказать, что какой-то специальный режим здесь не требуется после переноса. Это не повышает вероятность беременности. То есть, обычно меня спрашивают, что мне себя вести. Я говорю как обычно, только без экстрима. То есть не надо планировать прыжок с парашютом свой первый. Или какую-то поездку в горы и т.д. То есть не нужно. Все должно быть спокойно, но без каких-то специальных ограничений. Если женщина работает, пожалуйста, то есть работоспособность при этом не теряется. Требуется что? Обязательное соблюдение всех рекомендаций репортологов в плане поддерживающей терапии. Вот это важно. Потому что процедура ЭКО связана с тем, что мы забираем из организма фолликулярную жидкость, в которой находятся гормоны. Соответственно, мы потом эти гормоны должны восполняться. То есть это препараты прогестерона, которые поддерживают беременность, которые способствуют нормальной имплантации и по нормальному затем поддержанию наступившей беременности. И поэтому период после переноса эмбрионов, он важен именно в плане поддерживающей терапии. Что мы делаем с оставшимися эмбрионами? Мы их криоконсервировали. Можем криоконсервировать. Но не все. Эмбрионы только хорошего качества. Мы предлагаем обычные криоконсервировали. То есть заморозить и сохранить их для будущих попыток, для будущих проблем. То есть процедура ЭКО дает вам возможность получить сразу несколько эмбрионов. Соответственно, это ваш будущий потенциал, который вы можете потом в дальнейшем использовать. То есть если беременность наступит с первой попытки, но все равно пар через какое-то время может спросить второго ребеночка. И те эмбрионы, полученные в более молодом возрасте, конечно, имеют больше шанс на имплантацию, чем эмбрионы, те, которые уже будут получены в возрасте, допустим, не 32, а 36 лет. То есть они имеют больше шансов на имплантацию в полустенавке. Криоконсервация безопасна для эмбрионов. Она проводится путем метода витрификации, современного метода заморозки. И исследования многочисленные нам уже сейчас показывают, что здоровье детей никак не отличается от здоровья детей, полученная в процедуре обычной традиционной эмбрионы с переносом, так скажем, свежим эмбрионов, а не после криоконсервации. В некоторых случаях бесплодия, в некоторых случаях тяжелого бесплодия, когда у нас проводится несколько неудачных программных клон, и эта эмбрификация нам даже позволяет повысить шанс на беременность. То есть дело в том, что в процессе стимуляции яичников возникают иногда такие состояния, как синдром гиперстимуляции. И, соответственно, мы не можем перевести, пронести эмбрион конкретно в этом цикле, иначе это может грозить осложнениями гиперстимуляции для организма женщины, госпитализацией. Это все достаточно чревато. Если не делать переноса в цикле стимуляции, то, соответственно, гиперстимуляции не могут. Поэтому здесь как раз-таки нам помогает электрификация. Но еще все-таки любая стимуляция, она может немного изменить гормональный фон женщины. И конкретно в цикле стимуляции шансы на уступление беременности, как нам показывают многочисленные данные, они все-таки немного снижены по сравнению с процедурой переноса креоконцентрированного эмбриома. Почему? Именно опять-таки из-за воздействия препаратов для стимуляции. Если это молодой возраст, если это первая танкопопытка, то, конечно, если нет риска гиперстимуляции, то, конечно, перенос сделает навык, потому что шансы хорошего имплопатия. Но если это возраст за 40, то, возможно, что стоит подумать о креоконцентрированном эмбриионе и не делать переноса конкретно в этом цикле для повышения шансов на уступление. Особенно, если мы получаем небольшое количество эйциклетов. Электрификация помогает нам при отсроченном детстве рождения. Слово, это не так часто возникает, но все-таки. Жизнь она у нас сейчас такая сложная. Женщина сначала пытается сделать карьеру, а потом уже родить детей. А прокурорный запас, естественно, падает. Поэтому и такие случаи тоже бывают, что женщина просто создает банк собственных эйциклеток для того, чтобы потом ими воспользоваться. Электрификация донорских эйциклеток помогает нам создать банк клеточек для женщин, которые нуждаются в этом методе. То есть это не так уж и редко возникает, когда собственный поликулярный запас уже перестал совсем работать и необходимо применение донорских эйциклеток. А витрификация и использование именно витрифицированного материала обеспечивает безопасность, в первую очередь, с использованием его. То есть, прежде чем на креоконсервирование донор дает анализы, и потом мы не используем эти клеточки, пока женщина не сдаст повторные анализы, так как у особо опасных инфекций длительный в сонных периодах до 6 месяцев и до года. Пока мы не проверим донор и повторно, мы эйциклетки не используем. То же самое касается эйциклера. Ну и такие экстренные состояния, как заболевание, например, мужа в день полиции. То есть, ну нет мужа, не приехал, в командировке, самолет мне лидится. Что нам делать? Эйциклетки мы не можем долго хранить, они должны в чем нескольких часов в опорте твориться. Опять же, нам здесь помогает эйциклерафикация. Почему? Как сделать так, чтобы беременность наступила? Вообще, как создать эти условия? Во-первых, это длительное импульсирование. Именно до того дня, на который происходит имплантация. Особенно в случае получения большого количества эйциклетов. Адекватная подготовка медометрия. Ну и, конечно, здесь важно еще, чтобы произошло правильное взаимодействие, для того, чтобы... То есть, мы знаем, что только в определенные дни цикла эндометрия готова к принятию гластоцисты к эмбриону. Поэтому этот период называется окно имплантации. Здесь важно создать окно имплантации. То есть, правильно вычитать этот период и, собственно, сделать перенос именно конкретно данный период. Далее, что касается вероятности успеха, конечно, здесь в первую очередь имеет значение возраст пациентки. То есть, это в первую, пожалуй, в последнюю очередь. Из-за этого, собственно, все и проистекают все остальные факторы. То есть, возраст, возраст, еще раз возраст. То есть, чем раньше женщина обратится на лечение бесполия, тем больше у нее шансов на беременность. Ну и такие факторы, как реакция и стимуляция, соответственно, ответят речники от количества полученных сперм, лицеклеток, сперма. Ну, редко, но все же бывают тяжелые наследственные факторы, при которых на наступление неревенности с собственными агонометами, то есть, когда вы спермами или лицеклетками, это просто невозможно очреваться очень большими генетическими изменениями у плода. Поэтому, конечно, здесь тоже это важно вовремя воспознать. Собственно, вот что происходит с возрастом. Это наш запас женский в яичниках. Почему от возраста так много зависит в программе ЭКО? Потому что на период плавового созревания нам дается ограниченное количество клеток. Новый у нас неоткуда не появляется, он только расходился, как раз меньше становится. Вот на период прихода менструации у девочки примерно 300-400 тысяч поликул. В период на паузе цепь равно ныне. И процесс резко происходит снижение старше 30-ти к северам. Вы, собственно, здесь все видите. Почему с возрастом эффективно становится меньше. А вот процент хромосомных аномалий в клетках он становится выше. Можно следующий слайд. Вот здесь, если вы посмотрите, вот красная черта, которая стремится вверх, старше 30-ти к северам, это как раз таки тот процент хромосомных аномалий, из-за которых не получается забеременен. То есть это синдром, да, и различные другие заболевания, без которых он резко повышается с возрастом старше 30-ти к северам. И предыдущий слайд, вот наша эффективность как раз таки, она очень четко показывает вот эту вот зависимость. То есть до 29 лет 80% беременности, старше 40, не больше 23. Причем от 40 до 44. Старше 44 беременности нет. Потому что это не только у нас, это во всем. Потому что уже до такой степени происходит оскуднение яичникового запаса, что просто невозможно даже получить яйцеклетку, не то, чтобы ее оплодотворить и вывести жизнеспособный эмбрион. И здесь нам помогают программы с донорскими яйцеклетками. Вот еще одна цифра тоже очень показательная. То есть вероятность живорождения у женщин старше 40 лет не превышает 30,5%. То есть это цифра по данным нашего отчета Российской ассоциации по локусу человека. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий еще. И собственно здесь нам помогает, если уже яичниковый запас критичный, нам помогает программа донаций. Донорским показанием является истощение яичников, как возрастные, так и преждевременные. Такие ситуации тоже возникают из-за различных влияний на воздействие яичников. Например, резекция яичников, например, преждевременного истощения, там вследствие каких-то неблагоприятных экологических факторов и гормональных изменений. Такое возникает. Отсутствие яичников бывает опять же врожденным. И даже мы можем с самого рождения и с периода полосозревания сказать девочке, что здесь необходима программа донации. Ну и опять же неблагоприятные какие-то генетические состояния. То есть это аномальные различные кариотипы. То есть программа такая есть, отчаиваться не нужно даже, если собственный калекулярный запас уже снизился. То есть беременность возможна, все возможно, как я говорю, все лечится, в том числе с помощью сурогатного материнства. Если отсутствует матка, есть неоднократная уже анамнез история попыток неуспешных имплантаций. То есть показанием сурогатного материнства является уже неуспешность более трех имплантаций, если мы видим, что перспективы нет. Если эндометрий не растет, если нет, создается нормальная имплантация. Если происходит невынашивание неоднократное, это, конечно, здесь поможет программа донации. Если мы особенно знаем, что неуспешные имплантации связаны с хорошим качеством эмбиона. То есть проблема вся, либо в каких-то аномалиях матки, либо в каких-то повреждениях матки, несовместимых с нормальным выношиванием. То есть в этом случае, при этом мы получаем эмбиоды хорошего качества, например, молодой девушке тоже самое может вызвать в такой ситуации. То здесь, конечно же, прямое показание для сурогатного материнства. Ну и общее заболевание, препятствующее в нашем беременности, как пороки развития, пороки развития сердца, например, почек. Гипертоническая болезнь с высшей 2-ой стадии, тоже является опять-таки противопоказанием для вношения беременности, если не выводится, сакронный диабет. То есть это все, те случаи, в которых возможно рассмотреть сурогатное интересное. Опять же сурогатное интересное есть конкретное, что мы проводим в кастрюле. Есть такая тенденция, что я не хочу вношать беременности, я не хочу портить сфигуру, это все не для нас. То есть сурогатное интересное есть конкретные, четкие показания. А беременность после ЭКО не надо бояться, она проходит по тем же самым законам, если что требует социальной поддержки до 4-х месяцев, тоже 20-й день. Надо понимать, что высокая вероятность мегаподия. Часто возникает течение на ранних сроках, но ничего бояться не надо. Потому что все это достаточно хорошо компенсируется в лицей гормональной поддержкой, и, в общем-то, выношение беременности походит достаточно комфортно. Если это только не многоподия, в случае многоподия надо понимать, что рисков много. То есть двоне-троне это всегда половина процентов, пятьдесят процентов могут закончиться преждевременными прерывами беременности. Поэтому стремиться, так скажем, к переносу большого количества эмбрионов не нужно, потому что если вы почитаете, если они будут все перечислять, риски очень большие. Это и детские церебральные параличи, это преждевременные роды, это кесарное сечение, это и пороки развития и так далее. То есть длительное выхаживание по другим доношенным детям. Поэтому мы все-таки стремимся к переносу одного эмбриона, так как человеческий организм он приспособлен для доношения одного ребеныша, ни двух, ни трех. Поэтому это не сильно, перенос детских эмбрионов увеличивает вероятность беременности. Если эмбрион хорошего качества, он с такой же вероятностью прижимается и один. Если эмбрион пятого дня развития, то вероятность имплантации она не ниже, чем при переносе двух, трех эмбрионов на более ранних статей развития. Надо сказать, почему возникает необходимость переноса более рано. Это если у нас маленькое количество клеток и нет возможности длительного пульсирования, тогда мы можем приводить, длительное пульсирование в этом случае просто бессмысленно. Тогда мы можем перенести несколько эмбрионов в полость матки, но не более трех. То есть приказ нам это запрещает принос большего количества эмбрионов. Если у нас есть возможность выбирать эмбрионы, культивировать эмбрионы, то, конечно, это желательно все-таки предпочесть, и врачи это будут советовать, предпочесть при переносе одного эмбриона. То есть все клиники, которые стремятся все-таки не только к тому, чтобы получить длительность, но и потому, что потом женщины комфортно ее вынесут, они будут приносе одного эмбриона. Понятно, да, что общий финансовый затрат, они намного выше бойня, и далее как подготовиться к беременности. Это просто очень небольшое количество рекомендаций. вот то, что я обещала уже, то есть вот эти цикетки ретиркуляции, если вы посмотрите на угостиковых предметов, вы их увидите. Здесь у нас критичными цифрами являются 3, 6 и 7, и эти предметы нельзя разогревать с нукроволновой печи, когда они обладают достаточно большим токсичным действием, особенно мино-сперматогенез. Некоторые вещества вот здесь вот перечислила, триквоза, например, наш известный, тоже обладает влиянием мино-сперматогенез. Тоже лучше исключить из своей жизни, то есть убрать эти предметы. А что добавить в нашу жизнь? Это витамины. Витамины и жирные кислоты, которые в грецких аренках есть. Это бета-каротин, ассин, чечевица, это полевая кислота, которая в шпинации. Надо сказать, что, конечно, чтобы получить витамины из пищи, нужно их есть килограммами и бедрами, но на этапе планирования беременности доктор обязательно назначит какой-то комплекс витаминовый кислот. Поэтому за это не волну. Вы принимаете, принимаете, начинаете принимать все-таки не менее, чем за 2-3 месяца подъемного назначения. То есть именно в этот период происходит спермогенез, именно в этот период происходит выход и выбор того фолликула, фолликулов, которые потом в дальнейшем мы уже получим от выпуска. Поэтому вот, пожалуйста, все, что я хотела сказать. Наша клиника обладает всеми современными методами программами ВРТ. она имеет международную сертификацию и частота наступления беременности, как я уже сказала, в среднем 50%. В разных группах разные, но в среднем 50%. У нас есть врачи абсолютно любого крови, эндокринологи, маммологи, уроки, андробики, то есть все-все-все-все. Есть клиника монгокопия. Мы можем провести программу по МС. Сейчас в конце года проводим до жителей Московской области. Мы уже заканчиваем практически. И если беременность наступает в цикле, который проводился платно, мы ведем до 8 недель. в программу МС. Передаем женскую консультацию до 8 недель. Так что ждем вас, если есть такие проблемы, мы готовы его получить. Скажите, пожалуйста, а естественно это делается? Делается, конечно делается. Делается, но только эффективность естественного цифра, она, конечно же, меньше, мы понимаем, не более 20%. Это как раз та эффективность, которая в обычной цифре не имеет противопоказания, связанные с каким-то качественным цветом, или что-нибудь сливает там, или вообще что-то. Но врача клеят, и что делать? Мы это делаем, да, мы это делаем, это, конечно, все индивидуально рассматривать, потому что может быть стимуляция противопоказания. То есть может быть неправильно подобный препарат? Нет, я не говорю по противопоказанию. Делаем, да, делаем, конечно, делаем. А вот что имеет допустим, поддержка самой беременности, зачем она нужна полипу? Если бы по большому счету, то есть для естественного пациента она не нужна, то здесь почему она нужна? Потому что мы забираем поликулярную жидкость. Полипу мы инфектируем. Мы отсасываем полностью поликулярную жидкость из полипу. то есть в обычном цикле происходит разрыв и клеточки окружающие яйцеклетки они все-таки сохраняются полипу, и они потом продуцируют головной медицинолат, которые поддерживают беременность. Мы это все забираем. Поэтому здесь мне требуется дополнительная поддержка во время процедуры УПА. То есть если вы не будете поддерживать беременность с помощью специальных препаратов, дальше начинается поддержка наступившей беременности. То есть если не будет введения этих препаратов, беременность просто не наступит. Это даже уходно. Нет, это препараты вагинальные формы, если есть таблетки. То есть в основном используем вагинальные формы для того, чтобы непосредственно он подходил к матке. там вместо его мужа. А скажите, пока маятин с данным заводом? Да, до конца года. Надо сказать, что у нас сейчас уже заканчиваются постепенные места. То есть мы активно проводим эти программы. То есть по ограниченным количеством квот эти квоты но их практически все израсходовали. Квоты вы идете в Минизерал со всеми платежными документами с анализами и получается там квоту я один раз брала квоту, там с анализами я не пошла. Только там полис ОМС, паспорт больше не надо анализом. все-таки это требуется, да? официально это требуется. Ну, как это без анализа? пока не определяет. в Казаре или нет? просто так кончились они закончились еще в середине натуральный цикл анафиксирования то есть они воплачиваются методики для стремления полипов фурции анафиксирования если требуется еще дополнительная стимуляция то есть если мы принимаем решение стимуляции то все по-разному в зависимости от конкретного яичников резервов были резекции у женщины то есть это когда удаляли кисты в яичниках насечки делали древнинги различные то есть яичниковую ткань просто отрезан искусственно у нас ниоткуда новые не появляются они только расходуются в течение всей жизни физиологически а если еще операции были на яичниках или около яичников даже на молочных трубах все это может привести к тому что яичниковая ткань она обедняется и конечно такой женщине может потребоваться большая доза гормонов чем если яичники беременны с возрастом опять же чувствительность яичниковой ткань она становится ниже да и допустим в возрасте до 30 лет это будет минимальная доза и мы получим максимальное количество ициклера в возрасте 40 лет мы спратим много гормонов и получим а скажите если снижен это это показатель яичникового запаса здесь не все категорично наскок снижен насколько мы видим что на УЗИ все оценивается в комплексе обязательно не только то есть мы принимаем решение на основании осмотра звукового подсчета поликулы форме этимеорского гормона и уровня второй-третьей лиц поднаркозный полок это без наркоза требует обеспечения снижение просто осмотра просто осмотра в принципе вселивание оно достаточно быстро проходит единственное по большому счету за буквально два-три дня можно все пройти единственное это кровь на гормоны которые даются в момент инструкции то есть она что-то привязана к инструкции поэтому здесь много признаков а МГ это на пятый день антимюнерский гормон единственное создается в любой в любой там еще было что именно на второй третий на пятый а если показать 0 1 то вы даже не возьмете мы опять таки будем смотреть на музеи в результате будем оценивать стимулирующий гормон в соответствии с возрастом это все это все индивидуально то есть это не абсолютно противопоказания все-таки антимюнерский гормон может быть даже возможность получения 1-2 клеток и при возрасте до 44 это еще более нужно а скажите вот это обследование которое вы после получения квоту или перед а потом уже на квоту да? то есть у вас квот нет а если заняться этим делом самой то может быть и есть в городе или тоже нет в Москве нет в Москве конкретно если ваш полис прикоплен в Москве то нет то есть самой даже не да если нет в Москве в Москве нет в Москве рост сразу есть полис трек конечно больше исключения но не так а по стоимости на что вообще на полное как бы ну в среднем где-то 150 тысяч после средней дозы а если заморозил и потом просто крилотеренос если крилотеренос то то затем крилотеренос то у с крилотеренос все равно нужна а почему так почему крилотеренос 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 он тоже может быть с помощью ворвонов проще создать оплотацию бывает очень часто что у женщин приходит все-таки чувствительность в эндометрии повреждена это неоднократное выставливание это какие-то хирургические обмаку вот и поэтому здесь конечно вероятность импотации это 6 шансов еще попросите вообще происходит гормональное воздействие как оно определяется где какие парсимуляторы где мы получаем гормон во время программ это праздники печи а вот короткие протоколы длинные определяют да надо сказать что практически категорически они идентичны есть категория просто женщин категорически иногда при низком детстве критично снижен когда мы и так видим что мы получим не больше 1-2 клеток и нам будет стимуляция совершенно ничем вы не хотите интеллект послушать можно единственное поможет по моему очень полно только мне или еще нереально очень как и так очень 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 Продолжение следует... 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 Здесь мы видим... Продолжение следует... 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 Медицина для пациента это все-таки риск в первую очередь, и во вторую же все-таки найти компромисс между целесообразностью и все-таки риском. Если женщине предстоит химиотерапию или еще что-то, да, здесь действительно есть смысл об этом плане. Но если это просто захотелось, ну, наверное, не буду отговаривать от этого дальше. Ну, эмбрионы это наше все, безусловно, поэтому мы приобретаем на любых стадиях развития, зиготы, двухсуточные, трехсуточные, мы всегда стараемся пятисуточные, потому что это эмбрион, который, ну, во-первых, мы получаем, скажем, десяти циклеток, из них восемь оплодотворяется, значит, будет к третьим суткам восемь эмбрионов. Это просто дорого, потому что к четвертым суткам, тем более к пятым, из них выживет где-то половина, мы это знаем, изначально. Почему таков процесс разглажения человека? Это просто нерентабельный крем консервирования на третьи сутки. Мало того, выживаемость на пятые сутки все равно выше. То есть мы все-таки предпочитаем замораживать эмбрион, готовый к переносу эмбрион, который уже вырос, который уже готов, и у него шансов на беременность становится больше. Это, здравый смысл подсказывает, что так сделать для пациента лучше и дешевле. То есть лучше в дворанских. То есть вы говорите, выживали половина, а они почему подевают? Ну, опять же, говорим о том, что генетический аппарат, генетический механизм разглажения, он очень сложный, и во многом не изучен. Сейчас мы знаем о том, что где-то около половины эмбрионов, это в лучшем самом случае, у пациента группы 28-32 года, они генетически аномальны. Это норма. То есть это то, что считается нормой нынешних условий. То есть мы говорим о том, что эмбрионы, когда у них происходит ампартизация, то есть активация собственного ампартизации, то есть мы говорим о том, что до 3-х суток эмбрион питается ресурсами яйцеклетки. И это факт. То есть происходит только деление, только дробление, у клеток становится больше, но самые клетки никак не изменяются. То есть в 4-м суток мы увидели, какие кардинальные изменения происходят, то есть они сливаются в одну массу, ампартизуются, что-то еще происходит. То есть действительно происходит метаморфоза. Все это требует какой-то интеллектуальной все-таки начинки, правильно ли? То есть мы говорим о реализации информации. Откуда она берется? Конечно, генет. И когда мы говорим о том, что 3-х суточные эмбрионы, это просто все клетки идентичны друг к другу, то в генестроцисте клетки все разные, но выполнены разные функции. Почему? Активированный геном, гены уже работают. Так вот, сам момент активации, момент включения генов, растормаживания его, начало реализации генетической информации, происходит очень много ошибок. Поэтому почти половина эмбрионов, вследствие естественного процесса отбора, они погибают. И это очень хорошо. То есть мы имеем минимальное количество генетических аномалий в беременности, минимальное количество выкидышей ранних сроков, минимальное количество деторождений с другими генетическими аномалиями. Чем-то переносит 3-дневные антигенеры? Переносим? Мы переносим в основном 5-дневные. А в основном? Дневные антигенеры нефти мы переносим до предметика. Во-первых, это старая методика, которая изначально практиковалась. Не так были совершенные инкубаторы, и не настолько хорошо был развит в производстве, которое качество натуральных сетей. Сейчас мы имеем очень высокое, очень качественное исследование. И с каждым годом мы еще совершенствуем, которые нас устраивают. И достаточно совершенную технику, которая позволяет нам получать максимальное количество гластациск из тех глюзикот, которые мы получаем после облудотворения. И мы работаем постоянно над тем, чтобы это было все больше и больше и больше. А раньше таких технологий не было. Приносили по максимуму, как можно быстрее. То есть, если мы берем еще на вторые сутки, на первые все уже перенесли. Почему? Потому что все равно условия в организме матери были изначально всегда лучше. Сейчас, на нынешнем этапе не нужно, с этим можем поспорить. Особенно, когда эндометрия не идеальна. Особенно, когда реакция на стимуляцию не совсем адекватная. Риски гиперстимуляции. Мы говорим о том, что все-таки и термические циклы развития эмбрионов в матке и не таким хорошим, как у нас в инкубаторах. Мы говорим о том, что гормональный фон может быть достаточно агрессивным для эндометрии, для все-таки тех жидкостей, которые в матке присутствуют, или для амбрионов в итоге. И питательная среда, она тоже может быть не совсем адекватной. Здесь мы говорим о том, что мы используем стандартные следы, которые произошли как минимум девяти ступенчатый контроль качества на заводе производителя. То есть мы говорим о том, что на одном из таких заводов я был просто, и это был в Дании завод, и я вам скажу, действительно, это космос. Как и сейчас производится культуральная следа. Это практически космическая технология. А у нас они в России тоже производятся? Производятся, но, честно говоря, я как им вел, вы знаете, закупали какие-то как-то? Ну, безусловно. Это пример поставки к Северной Мишке. То есть мы работаем на американских средах, это кухня, не скрываем этого. Это среды, которые существуют в Оранде уже больше 20 лет, они зарекомендовали себя как один из лучших. Российские культуральные среды, ну, как-то, не очень. А вот вообще, если вы там достижения, ну, это все, там, самые рейшные, самые последние, ничего у нас нет. А в медицине, например, ничего нет. Вы имеете в виду медицину, например, в Амбриару? Да, нужно какое-то оборудование, допустим, вот оно уже есть, вы имеете в виду в странах других, в России или конкретно в этой армии? Медицине, скажем. А о медицине? Да я бы не сказал, с этим технологией стандартно лучше. Мы все работаем на одинаковом оборудовании. Когда разговариваешь с коллегами, то мы говорим не о том, слушай, пока что-то у тебя есть, вы мне не расскажете. Чаще всего говорим о подходах культивированиях. То есть, кто на какие сутки, какие часы пересаживает, кто каким инструментом пользуется, какие диаметры выбирает. У кого какие... А в медицине, что имеется в виду? Ну, имеется в виду пипетки, как раз таки. То есть, диаметр пипеток для работы с амбрионами. То есть, это такие вот тонкие вещи, которые, в общем-то, мы все работаем по рекомендациям производителей. То есть, чисто стимулирование, если говорить в яничном. Тут еще проще. Препаратов всего три компании, которые закупают все. Мы, опять же, этого не скрываем. Это Мерксиролы, которые производят рекомендации ФСГ, это Ферин, это Гусгей. На весь мир это три компании, которые производят оригинальные препараты ФСГ, ЛГ, и Антагонисты и Арменисты. Все. Дальше уже зависит от искусственного продуктолога, к которому вы попадете. То есть, доктор, который уже включает свои знания, опыт, который видит, что для этой женщины нужно подавать вот такие дозировки, в такое-то время, в такое-то введение и так далее. То есть, проведет программу именно к соответствующему вашему организму. И здесь попасть бывает рекомендустрирую достаточно тяжело. Потому что даже у одной женщины всегда, я могу сказать, как я говорю, сидя на полце, зная, что вот эта пациентка, скажем, у нас уже не первый раз пунктируется, я могу сказать, что клетки мы получаем разные. Бывает, и клетки разные, и количество разное. То есть, мы говорим о том, что ответ организма, он настолько индивидуален, что у одной и той же женщины ситуация в разный цикл стимуляции будет разная. И связывают это, прежде всего, в том, что запускается в рост разный экологический продукт. От чего зависит, то есть, это и темная материя, и репродукция. Какой-то тело не сделаешь. Если, допустим, у степикси не делать, а просто они вам сами оплодотворение, какой-то учился, вы потом увидите, хорошее оплодотворение будет оплодотворение. Вот, понимаете, соплодотворение все намного больше. Та структура, которую вы видите в яйцекретке, то есть, два пранупируса, говорит о том, что один пранупирус от мамы, другой от папы. И все мы знаем, что когда человек один, у него нет детей. То есть, когда пранупирус один, явно это аномалия. Все мы знаем, что третий, четвертый, пятый и шестой в постели лишние. Когда мы видим три, четыре, пять и шесть пранупирусов, это явно аномалия. То есть, здесь все просто. Считаем до двух. То есть, вот эта круглая структура, вы видели их два. То есть, от мамы и от папы. Это временная форма организации генетического материала. Проще говоря, это... Конечно, это происходит на утром следующего дня. То есть, скажем, например, сегодня была пункция, завтра утром мы скультруем благотворение. Это все точное время по часам, от восемнадцати до двадцати двух часов, четыре часа, чтобы увидеть вот эти структуры. Через это время они исчезают. То есть, когда мы с БМ, то уже если там все нормально происходит, значит, неважно, какой он был слабенький или сильный. По своему тазару. Понимаете, здесь не о том речь. Речь о том... Почему всем это ЭКСИ не делают? Все очень просто. У ЭКСИ есть, опять же, как у любого медицинского метода, есть свои показания и противопоказания, и риски. То есть, любой метод, даже ЭКО, когда пациент просто приходит и хочет ЭКО, это всегда компонентность. Что сделать ЭКО, инсулинацию, стоит ли делать ЭКО, может попробовать, может полечиться, попробовать сами. Это всегда компонентность. ЭКСИ тоже такой компонентность. Прежде всего, во-первых, это передача генетического материала, генетических факторов бесплодия по мужской дуне. То есть, об этом мало кто задумывается. Но эмбриологи все знают о том, что если сперматозоид не может попасть в рецепт, не один сперматозоид, то это может быть обусловлено, в том числе, генетическими ошибками в динаме мужчины. И это может передаться по наследству его сыновьям, которые получатся на результате ЭКСИ. И, естественно, получив, скажем, низкое оплодотворение в ЭКО, все равно мы имеем шанс получить беременность у женщины. Но тогда этого не будет случиться. То есть, дальше это не пойдет. Но здесь мы имеем лист. Второй момент. То, что оплодотворение в ЭКО, так как мы моделируемые при условии трубной жидкости, условия полиполоперной трубы, то оно более естественное. На самом деле, контакт сперматозоидной энциклетки, он в науке еще не известен. То есть, как это на самом деле происходит. Известно, что сперматозоиды не обладают химотаксисом. Ну, как они же не обладают? Вот это, скажем так, вы заходите в торговый центр и находите ЭКО по западу. Химотаксис. То есть, вы почувствовали запад. То есть, вы также там рыбу в воде находят тоже любу по какому вкусу. То же самое, так вот, сперматозоиды не обладают такой способностью. Они ничего не чувствуют. Но как-то они все-таки находят энциклетку. И это показано исследованием. Мало того, сам контакт сперматозоидов с энциклеткой очень сложное взаимодействие. Кое-что мы знаем. Но каким образом энциклетка выбирает из всех там нескольких десятков, которые одновременно пробились к ней, выбирает только одного. И только он один активирует его. Включается тут же мгновенно блок полиспермей. И не один больше попадает. Блок полиспермей. То есть, это блокировка оплодотворения дальше. Потому что, ну, на такой успех много в нее, правильно ли? А попал один. Соответственно, если попадет еще один, два, три, четыре, пять, то мы получим то, о чем спрашивают. Три, четыре, пять пронукнулся. Лишних партий. Лишние. Абсолютно верно. То есть, лишний генетический материал. Из этого не получится никогда ничего хорошего. Ну, вот в итоге, как это происходит, как все-таки выбирают энциклетку, не зная беда. То есть, это эксцель тоже показано? Конечно. Мало того. Когда в смузи пришли, говорят, дают нам сразу эксцель, чтобы все удовлетворилось, да? Ну, буквально вот этим летом приезжал один из основоположников, еще живой человек, на самом деле, Адарева, который разрабатывал и внедрял метод XIV в начале 90-х годов. Это австралийка. Вот. И она устраивала вот этот макшоп здесь, в Москве, да? И, в общем-то, приводил очень интересные, рандомизированные, многоцентровые, слепые исследования по всему миру. То есть, собрали огромное количество данных, проанализировали и пришли к этому, что методы эффективные, а эффективно полтора процента. Ну, учитывая, что через мои руки в год проходит несколько тысяч яйцеклеток, полтора процента это не больше. Это много, да? Ну, конечно. Полтора процента, ну, из нескольких там тысяч, то есть, 4-5 тысяч яйцеклеток, полтора процента. Посчитайте, сколько это. Это ощутимо. То есть, в общей массе это действительно ощутимо. И я могу сказать, что да, действительно, и оплодотворение, и развитие эмбриона, и в итоге все-таки количество беременности, и даже посчитали количество живорождений, нормальных живорождений, выше в этом цикле. То есть, если есть возможность, мы стремимся сделать эмбрион, не потому что это, скажем, дешевле для пациента или проще для нас, потому что это эффективно. Это более природный механизм отбора. Если у мужчины действительно очень мало сперматозоидов, то есть, для ЭКО этого недостаточно, мы обязательно будем делать эксип, потому что, ну, в итоге просто не получим ни отбор, и ничего. То есть, это показания, которые определяются для каждой пары индивидуально. Это всегда так. Методов очень много. И когда вы вернетесь сегодня, вам домой, за все это осмысленно, и завтра начнете читать интернет, я уверен, что вы запутаетесь очень много. Но не бойтесь этой ситуации, как нормально. Потому что тема эта достаточно молодая, всего 30 лет. Знаний наших становится все больше. И они вырастают в разные отголоски, разные методы. Методы для этого, для этого. ВСИ, ПИКСИ, НАСУМ, что только нет. На самом деле, я вам могу сказать, что конструкция каждой программы индивидуальна для каждой пары. И даже для каждой попытки. И определить это можно только в пределах же обследования, или по ходу обследования у конкретного репродуктового. То есть, что будем делать? Будем делать и коэликсии, по какому протоколу будем стимулироваться? Длинный, короткий, сверхкороткий? На какие сутки будем переносить? По ходу обортилирования? Какие эмбрионы получили? Это жилые объекты. Мы работаем с жизнью. Она сама диктует, что это. Мужчина, женщина. Вы знаете, то, что все центры и коэликсии имеют гинекологический профиль не просто так. Дело в том, что для мужчин обследования очень мало. Для женщины это лист формата А4, а для мужчины это маленькая записочка. Что в это входит? Обычно лечить гепатит и сифилис. Стандартно. Это спермограмма, безусловно. Это мартест в обязательном порядке, иммунологическое в исходе. Ну, собственно говоря, и все. Если здесь все чисто, часто еще назначают вам посевы спермы. Потому что выявить все-таки во сколько стерили. Иногда бывает, что тут есть какие-то трудности. Если консультация у уролога чистая, то есть уролог смотрим, что вы, в общем-то, здоровы. Или вы не очень здоровы, но, в общем-то, понятно, что с вами делать. То есть там возмуспермия, там иксия. И, в общем-то, чего мужчину лечить? Начнешь его лечить, каждый уролог знает, что лечение, контроль, и потом еще три месяца после лечения цикл спермы деменов. Долго, а вопрос, есть ли смысл? Если мы в итоге получим то же самое. Я понимаю, если вылазить инфекцию. Ну, тут деваться некуда, это и самому мужчине нужно, и мы его не можем взять. Эта острая фаза, все, у нас приказ ограничивает. То есть мы должны его вылечить, в любом случае. Но, в общем-то, если он здоров, если ситуация, вот, он рисовал в супермограмме, такая какая есть. Значит, работаем с тем, что мысли. Не всегда. На самом деле, здесь ситуация двоякая. Есть такая, что редко встречающаяся, как синдром пустых холикул. Бывает иногда такая ситуация, ну, это гинекологи вам лучше меня расправить. Вот редкость, на самом деле. И бывает, когда цикл стимуляции заканчивается просто очень скудным ответом женщины. Не всегда понятно, с чем это связано. Бывает, что в одном цикле мы получаем десяток лициклета, в другом цикле две-три. Такое тоже бывает. Но чтобы совсем не было, это такая ревность. Дело в том, что при продуктолог, назначая стимуляцию, он назначает еще и фоликулный пин. Походу стимуляции. Это контроль. Обязательно. Без него нельзя работать в пеках. Но, элементарно, какой ответ, вот, приходит женщина, она никогда не делала револ. Никто не знает, какая рецептилисть яичников. То есть элементарно, какой ответ на вот эту дозировку дадут яичники. То есть она сделала себе инъекцию, раз, два, три дня прошло, теперь нужно действительно посмотреть, как отвечают яичники. Если ответ слишком горный, то дозировку не уносит. Если ответ слишком скудный, то может быть иметь смысл повысить, или добавить какой-то кальпорат, или что-то убрать. Это целое искусство у нас. Видно по их объему, или как это видно на обеих? На обеих это видно, да, по росту, по количеству, и по объему. Объем контролируется, потому что понять, все-таки, когда они будут готовы, то есть когда вводить в рече. По количеству понятно уже, какой ответ. А сколько он обильный? То есть если ответ действительно очень обильный, то это тоже не есть хорошо. Здесь нам важна золотая середина. То есть мы стараемся получить по 7 или 15 рецепт, это все-таки стараемся больше не стимулировать, меньше тоже как-то. То есть это вот наш золотой объем. Еще вопрос. Вот опять с этим, алексей. Да, то есть вы положили, значит, в рецепт, полуводить в хронобазон, и, допустим, они не хотят компактировать. Тогда вы это комедитно все равно делаете? Или, если об этом, допустим, я думаю, здесь ситуация достаточно скользкая получается. Почему? Иногда бывают случаи, когда нет оплодотворения в хроноб. Дело в том, что выясняемо это дело только на следующий уровень. Ага. То есть можно все потерять? В общем-то, программа в этом случае оказывается потеряна. В карте делается запись, что нет оплодотворения, действительно. Ну, описывается вся ситуация, какая-то не есть. В следующем цикле это однозначно показывает Мекси. В этом случае, то есть во всех циклах предыдущих, если было меньше 20-30% оплодотворения, это показание Мекси. Действительно так. Но при этом, при всем, мы всегда будем рекомендацию мужчине пройти обследование. И здесь вариации, это редко случается, вариации бывают от редких до совсем редких, заканчивая инфраструктурных паталоний, сперматозоидов. То есть спермограмма чистая, все хорошо, все замечательно, но мужчина в стиле. Детей он иметь не может. И в принципе, можно, но это дурако. Я настолько помню, это вели с электронной микроскопической исследованием сперматозоидов. Я знаю, что по статистике, где-то только полпроцента бесплодных мужчин страдают именно от этого. Но я, честно говоря, видел такие интересные случаи. Это была лекция как раз человека, который делает. И она рассказывала о том, что действительно все вроде хорошо, спермограмма отлично, ну скажем, обнаружены в голове сперматозоиды в ядре, в частности, капсиды вируса герпеса. И герпеса. Вируса герпеса. То есть, те основные тела вирусов на электронной микроскопии, которые, в общем-то, мешают реализоваться генетическому материалу. Это, в принципе, может отдаваться лечению, если это вирус. Другие варианты, более плохие, когда мы говорим о том, что все сперматозоиды, у них какая-то структура внутри, нарушена. И это не дает им выполнять свою функцию, отсутствие каких-то органалов. То есть, мы это не увидим ни на спермограмме, но под электронным микроскопом они дают заполучение. Что вот такая ситуация. И в этом случае мы рекомендуем или донорство, или гететическое исследование. А если по ОМС, то донорство не пойдет? А если по ОМС, донорская программа не подходит? Нет. То есть, отдельно надо доплачивать? Не в этом дело. Мы не сможем сделать донорскую программу вообще в ОМС. Потому что ОМС включает этапы вот чего приезда? То есть, этап стимуляции, этап функции, биологический, перенос поддержки. Все. Если мы вводим какой-либо этап или убираем какой-либо из этапов, то это уже не относится просто к ОМС. Это рамки, в которых мы работаем. А, то есть, это вообще отдельно. Мы должны провести все этапы. То есть, если мы можем это сделать, мы говорим, что это действительно вам показано ОМС. То есть, вы можете это сделать. Если один из этапов, например, донорство ооцитов, мы женщине не пунктируем, мы ее не стимулируем. Этот этап отсутствует. Это значит, что в программу ОМС мы ее взять не сможем. То же самое с мужчиной. Мы его должны обследовать, он должен быть мужем. А у нас, в естественной цепи, тоже не даваться. Это вот вопрос. Потому что, как здесь, бывает естественный цикл не совсем естественный. То есть, небольшой стимуляцией, минимальной вообще. И даже вопрос, что какие препараты. И в итоге, все-таки, что что-то получают. Рекоменция к искусственному. Причем, а то, как это то, то, действительно, у него здесь. У головы большой, и умер. Как он, допустим, может, в своей профессии, допустим, выбрать доктора, потому что я вот с разными клиниками отсталкивалась, часть его примена общения, да, и, допустим, для меня приоритет мое здоровье. И, соответственно, исходя из этого, у меня бы хотелось, чтобы выбирались там и препараты, то есть, и научиться там внизу, что у меня было как-то гонки вооружения и все такое прочее. Ну, вы знаете, на самом деле, я... ситуацию. А мне допасть очень легко. Как раз-таки то, о чем вы говорите. Когда у пациента большие проблемы возникают, то репродуктологу это не нужно. Ни одному. Я вообще не хочу нам проблем репродуктологу. Начально. И пациент репродуктолог тоже. Вы задали вопрос о выборе врача. То есть тот, который не несет вреда вашему здоровью, закономерно. Вред вашему здоровью это большая головная боль и самая боль. В итоге. Никому это не удивляйся. То есть сознательное голову никто не сделает. Поэтому, когда есть этот вопрос, к кому мне пойти, к кому мне обратиться, я рекомендую только одно. Вы можете сходить в одну, другую, третью клинику, особенно там, хорошо, если есть какие-то там складные консультации, акции, или еще что-то. Посоветоваться с доктором и просто понять, это ваш человек или не ваш. Есть ли у вас контакт с ним? Я скажу, я знаю, что я на присоединил, я их была в клинике, которые достаточно давно уже было, несколько лет назад. И, чтобы они не говорили, я понимаю их подход. То есть им нужна статистика определенная. Поэтому они, как почитаю, у вас есть цель с лучшим оперем, чем недорогим. Вот именно такого характера. Ну, не знаю, честно говоря, я встречал разные клиники, клиники, которые страдают от большого количества пациентов, и клиники, которые страдают от малого количества пациентов. Подходы везде разные. Инсайдерская информация и от вас. А у вас такая распадная? Честно говоря, не знаю. Я вам прямо не знаю. Боец невидимого фронта. Вы меня увидели сейчас, и, наверное, вы видите в окошке на переносе. Все. Расскажите, говорят, что дети рождены с помощью ЭКО, потенциальный доктор и детей. Это миф? Ну, вот Луиза Брау, первый ребенок из пробирки. У нее был бы естественным изучением естественного цифра зачатия. Мифа терапия. Абсолютно то же самое количество болезней у них, заболеваемость, та же самая, и те же самые проблемы. Абсолютно. Единственное, что, надо учесть, что при ЭКО мы получаем примерно четверть беременности многоплодных, и вот это немножко обращает нашу статистику, потому что вообще по статистике многоплодных беременностей у детей проблем больше всегда. Многоплодных? Конечно. То есть там и процент выкидывающих больше, и задержек развития больше, и при рождении им ставят более низкие баллы всегда, и преждевременных робот больше. То есть проблем всегда больше. Поэтому мы говорим о том, что мы предпочитаем переносить вообще один эмбрион. Если есть еще выбрать, если очень хорошие методы, если есть показания, то мы приносим один эмбрион. Все. Почему? Потому что одного достаточно хорошего эмбриона как достаточно для получения беременности. Два хороших эмбриона это повышение вероятности наступления, но также это повышение риска многооплодия. И вот тут большой вопрос. Нам для статистики, конечно, круто иметь кучу беременностей. И можно там по пять-шесть эмбрионов, как мы рассказывали как рано клинику в Дамаск. Да? Когда просто переносили все, что было. Ну, такая работа. То есть 6-6-10-10. В итоге там просто тут очередь на ЭКО, здесь очередь на Редуция. То есть это, конечно, кошмары. А Редуция что? Ну, это иголочка умерщвляет, эмбрион, ватерманке. То есть же ужасно, конечно. Все это. И вот до этого доводить им никак не хочется. Еще один вопрос. Про курение говорили, общаться про мужчин, а про алкоголь ничего не говорили. Здесь наш 72 дня. Должно все это влиять? Вы знаете, насчет алкоголя могу вам сказать интересный факт. Я общался с урологами, и в общем-то они говорят, ну, ты же понимаешь, что нельзя пациенту, особенно в России, советовать прием алкоголя в каких-либо вообще дозах. Когда скажешь человеку, что 200 грамм красного натурального глина это полезно, то в общем-то все. Все на двери какого алкоголизма открыты. То есть это неправильно. То есть это неправильно тактически медицинский. Я говорю, хорошо, а что с паскабиногенезом? Он говорит, ну, курение угнетает однозначно. Что касается алкоголя, если если человек не алкоголен, то в общем-то никак не влияет тактически. То есть не нужно, допустим, чтобы два с половиной месяца везти, ничего не принимать? Понимаете, опять же, все в разумном примере. Но если курение понятно, а он постоянно воздействует, то принятие алкоголя хотя бы у нас этого ничего поколения. Это важно или неважно? Если человек не принимает алкоголь так, что потом его выносит, непонятно. Совсем очень рад, что они несколько не принимают. Нет, просто если человек говорит о том, что вы знаете, у меня сегодня день рождения, я там выпью там 50 грамм водки или там стакан пива, ну, как-то несерьезно в общем-то об этом будете. Другое дело, человек говорит, ты знаешь, я там это надо с друзьями посидеть крепко. Если крепко посидел, лучше бы даже два месяца посадить, да? Не обязательно. Опять же, у всех организм разное. Как это повлиять, никто не знает, лучше всего не два, а три. То есть, на самом деле, речь идет о том, что влияет регулярно, влияет постоянно. То есть, если человек постоянно хронически употребляет алкоголь, это плохо. Если он курит, это тоже плохо. И курение там пачка, две пачки, в принципе, не имеет значения, сколько, если это регулярно, это очень плохо. И на сперму когенезе это влияет угнетающе. И мы не говорим о том, что через 72 дня у него все будет хорошо. К сожалению, если женскую репродуктивную систему можно раскачать, мужскую никогда. И чтобы не говорили о циклах стимуляции спермы пьянеза, я вам скажу по опыту, я через это проходил, я видел этих мужчин, видел эти спермы. Да, у них действительно становится больше сперматозода, но я вам лично какой-то механизм здесь работает. Клеток, которые продуцируют сперматозоды, остаются столько же, сколько их было. Просто заставляют работать. Скажите, когда человек заставляет работать в три смены постоянно, он делает, наверное, работу плохо. С клетками все то же самое. Они такие же живые, как и все мы везде состоим. Ничего нового. Могу просто сказать, что качество спермы, то есть морфология у таких мужчин по блоку очень низкая. Это мое наблюдение. Статистика по клинике понятна, а статистика по докторам? Репродуктовок. У нас всего два доктора и репродуктовода и, в общем-то, не видим смысла. У нас общая какая-то картина. Тем более, понимаете, лава медицина, ну, для меня, по крайней мере, она почему стала такой приятным местом работы, это не клиника и ухода. Это многокровь инициатива. Где, во-первых, плюс то, что есть много врачей под боком, плюс то, что есть свой стационар и анестезиология, это очень удобно, потому что мы в операционной работе, плюс в том, что мы не являемся, мы не отчитываемся своими показателями как целевыми для всей клиники. потому что я работал в клинике, заточенной конкретно по ЭКО. И здесь весь маркетинг, вся директура, весь административный персонал давлеет над эмбриологами и продуктолами. Почему? Потому что показатели, потому что бизнес-планы и так далее. То есть, все это полностью падает на нас. Но здесь мы говорим о том, что это распределяется все на нас, на всех. А нас тут очень много. Несколько сотен человек. И нету какого-то ведущего направления, которое должно всех тащить по финансам. То есть, нам не ставят очень жестких рамок и критерий по выполнению какого-то рамка. Я, честно говоря, не вижу это, я об этом не думаю. Почему? Потому что я имею возможность выбирать для каждого пациента тот метод, который ему показывают. Для меня это вообще определяющее. А можно, допустим, пропустить эти клетки? В смысле? Впустите. Во времени. Да. Дело все в том, что окончание А. Почему? Я работаю всегда. Конечно, плохо работаете. Судя по-вашему. Это специфика такая. Просто, если, ну, как всегда, сегодня не в неделе, приходится периодически так. Потому что, ну, если клетки, скажем, сегодня была конца, завтра я обязательно приеду посмотреть оплодотворение. Я или коллега? Я поняла. То есть, это в любом случае должно быть, потому что иначе... Женщину, но он может ввести несколько вопросов. Ну, конечно, это командная работа исключительно. Мы говорим о том, что мы работаем вместе с урологами, генетиками, репродуктологами, эмбриологами, мы все общаемся друг с другом. И мы все передаем друг другу пациенту в разное время, а потом возвращаем друг другу. И сюда же консультации мы тоже активно работаем. Но нельзя, допустим, слишком рано изъять твои клетки? Можно. И здесь я вам скажу, что вы говорите о зрелости. И скажем, из 10-15 клеток мы всегда говорим о том, что где-то 10%, 10%, может быть, 12% будет беззрело. Это нормально. И это связано с тем, что когда вы писаете яичник, на нем созревает одна яйцеклетка. Во время овуляции происходит разрыв яичника, оно выходит в дружную полость, и женщина это очень здорово чувствует. Это какие-то неприятные ощущения на самом деле бывают. И гормональный подъем, потому что жидкость фолликураммы богаты гормонами. А представьте себе, что этих фолликулов у нас 10, 15, или 20. Репродуктолог, конечно же, не оставит те фолликулы, которые в итоге через несколько, день, два, может быть, через несколько часов дозреют и дадут тоже такой же эффект, то есть не салулемы. Их нельзя оставлять. Естественно, мы публиктируем все и получаем все клетки. Скажем, из 10-15 клеток мы получаем 10-12% незрелых, это те, которые, вот мелочь, которые мы собрали. мы на них рассчитывали. Самое главное задачу, что в основном у нас было время. То есть попасть нужно не на то, что выросло 15 фольг, все. Какое максимальное количество считается, что это еще в пределах нормы? Нет, не существует. Для разных женщин она знает. Для кого-то три нормы, для кого-то 20 нормы. Потому что ответы настолько разные бывают. У меня коллега из Соединенных Штатов писала, я думал, у меня рекорд был, когда у донора получили 127 клеток. Мне говорит другой коллега недавно рассказал про 154. То есть, ну, бывает и так. Мы цельем отриста. А если все-таки у вас в вашем сердце гиперстимуляция наступит, то что вообще происходит? Отменяйте у нас. Что делается? Во-первых, отменяйте у нас, безусловно. Все замораживаем. Второй момент. А вы сейчас взимаете их все равно? Нет, гиперстимуляция происходит просто в пункции. А, после пункции? Конечно. То есть, это не о том, что их намного, да? Да? Что это такое? Чтобы не вдаваться в медицинские подробности, представьте себе, что репродуктивная система, с гормональной точки зрения, женская, это большой, тяжелый состав. его бывает трудно разогнать, но потом нереально остановить. Вот так он несется. То есть, вся эта картина, она сама себя усиливает. За счет гаммона. То есть, одни гаммоны стимулируют в грудку других и обратно. То есть, все это дело нарастает. Появляется жидкость брюшной полости, плевральная полость, становится трудно дышать. А это что? Не в легких, а в плевральной полости. То есть, грудная полость начинает быстрым, быстрым. И, соответственно, становится трудно дышать. В итоге, наступает полиорганная недостаточность. То есть, все органы начинают с конкурентации. То есть, это клиника гиперстимуляции. До этого обычно не доводят. Во-первых, рекомендуют назначение препаратов, которые дужитости выводят. Второй момент. Рекомендуют назначение внутривенно препаратов, которые препятствуют выведению жидкости сосудистого усва. То есть, это клиника, которая оккупируется в основе чаще всего условия стационара. То есть, женщину просто деспитализируют несколько дней. Такое бывает, но не бывает от существующих ничего. Это и риски здоровья у них нет? На самом деле, последствия гиперстимуляции никакие. То есть, она, если оккупировали, она прошла, женщина один-два цикла отдыхает, то есть, отдыхают яичники, все восстанавливается. Из-за линии. Если неадекватное лечение, то, в общем-то, по миру каждый год регистрируется несколько, не говорю, десятков, нескольких штук вообще по миру в случае смерти это существует. То есть, это риск, который самый максимальный, который существует. Но для репродуктивной системы, в общем-то, я не слышу никогда не о том, что после этого все остановилось, выключилось, не работают. Прошла женщина, она не всегда в возрастной или в ТЭЮ, зависит от того, может она производить лецепетки, не может производить, на прошлое качество, допустим, до этого ЭКО, до того, как у нее децепритизм будет, стимулирует, врач, можете искать, на ком на учащество находится? Конечно. Сколько я там за пасы не ухожу на времени? А кориентировочно, конечно. Вы сами понимаете, что это очень ориентировочно. И есть такой анализ как тимулировый ромон, то есть исследование АМГ, это косвенный показатель коллекулярного резервы женщины. Потому что бывает, встречалось 26-летним дам, которых, в общем-то, генерацияхолекулок уже закончилась. Такие вот печальные случаи были. Конечно, семейная трагедия, и в 26-27-25 понимают, что нужно в доме рейциклеток, это очень тяжелая ситуация. К счастью, бывает редко. Но АМГ так или иначе как просто полустойного уровня на самом деле показывает или вообще примерное просто на каком-то таком. Это мы ориентируемся, во-первых, на те, какие и какие-то дизировки вообще начинают ходить. Я, допустим, никогда этого не делала. Уровень моего АМГ что-нибудь покажет, доктор? Ну, конечно. То есть, если не с чем сравнивать. АМГ, гормоны, гормоны в разной базе циклах. То есть, вся гормонодрога, которая собирается, она направлена именно на это. Дело в том, что нужно понять, насколько, вообще, как у нас работают преподавательные системы с точки зрения гормонов. Если этого не знаю, что, в общем-то, как стимуляторы поступают, с чего начинают, а каких препаратов. Схемы стимуляции тоже несколько. Есть несколько стандартных, которые используются практически всегда. Но, несмотря на то, что они стандартные, и это обычно короткие протоколы, во-первых, ответы у всех разные, дозировки разные. Тогда какой препарат назначен, это сложно. Что касается препаратов, то, о чем вы переживаете, мы категорически не используем джинерик, ни индийского производства, ни китайского, ни какого-либо еще. Все препараты, которые мы используем, они только производятся в трех компаниях, еще больше никаких. Мы четко знаем поставщиков, кто это производит с этим людьми ВКонтакте. То есть, они приносят постоянно новую информацию о том, что вот вышел такой препарат, вот это, вот такие особенности. они устраивают, к счастью, лекции периодически, то есть, просто на просто именно для улучшения, скажем, эффективности работы на их препаратах мы имеем в виду вся компанияция. Они приглашают векторов какие-то новые вене, новые протоколы, новые механики применения. Это тоже есть. И это очень здорово. Мало того, мы знаем, кто производит, кто поставляет, как это происходит в собственной аптеке. Поэтому вся холодовая цепь, то, что для многих препаратов опять же мы рекомендуем, если это жарко, если зимно холодно, все препараты должны транспортироваться тоже определенным образом при определенной температуре. На коробочке обязательно написано. И если вы знаете, что этот препарат нужно хранить в холодильнике, это говорит о том, что когда вы его везете домой, его тоже нужно хранить в холодильнике. Для препарата ничего не решает, что вы это ет, но немножечко. Ничего подобного. Активность теряется, однозначно. То есть, все препараты, которые должны храниться в холодильнике, транспортируются дома при хладоэлементом. Если нет, соответственно, просто в сумочку положили, привезли домой. Так вот, эта цепь транспортировки от завода до нашей аптеки должна быть отслежена. И не выделена. Обязательно. Потому что это крайне важный момент. иначе мы получаем нестабильные результаты, иначе мы получаем неадекватные ответы, и нам это не нравится. Назначено. Вот такая ситуация. Поэтому с препаратами все достаточно сложно. Можно еще спросить, вот если при стимуляции получили только один фроник, назначен функцией, да? На назначенный час оказалось, что он лопнул. Это о чем дело? Ничего не нашли. Сложный вопрос очень. Значит, что касается времени пункции, крайне важный, архиважный момент. Это же, на самом деле, введение ХГЧ. Значит, смотрите. Вспомним, вот как происходит стимуляция. ФСГ, дальше органисты-антагонисты, дальше, соответственно, уже происходит инъекция ХГЧ. ХГЧ – это хронический галаттерапия человека, то есть тот гормон, который выделяет эмбрион, инглантировавшийся гма. Так вот, его же мы используем для окончания созревания, то есть для введения фолликулов в эволюторную фазу, чтобы они созревали, для того, чтобы они уже лопались и вылоплялись и яйцеклетки из них. Это обязательное условие, то есть тогда клетки дозревают. Если это не сделать, они не дозрели, они все будут дозрели. И получим, то, о чем вы спрашиваете. Нет, раз он лопнулся, значит яйцеклетки не было, да? Нет. Смотрите, значит, ХГЧ, инъекция ХГЧ назначается ровно за 35 часов до функции. Это крайне важный момент. Инъекция обычно назначается поздно, вечером или ночью, в зависимости от того, когда вы записаны на функцию в операционной. То есть это точное время в операционной, соответственно, отщепим 35 часов, получаем время введения ХГЧ. Так вот, чаще всего абсолютное большинство случаев это несоблюдение времени введения ХГЧ. Другой вариант это неправильная транспортировка женщины, потому что бывали случаи, когда фоликлони начали регулировать от того, что была очень сильная вибрация треска. Тоже такое бывает. Поэтому нужно, конечно, транспортировать именно на клинике все-таки как-то бережно. Но это что-то было из ряда вон. Это очень плохо. Это все клетку мы потеряли. То есть ее достать очень будет невозможно. Поэтому на функции женщины, которая попадает, она должна быть проконнектирована четко, ясно плюс-минус полчаса. Все. Нет, я пришла обремя, но уже ничего не было. Бывает такое. Особенно с одним подеклом. И мало того, опять же, всегда стоит смотреть на индивидуальную как шла стимуляция. Бывает ситуация, когда это полууправляемая цифра. Если мы говорим о стимуляции, то какой-то такой был. То есть его имеет смысл посмотреть, разобрать, может быть, какие-то детали, выяснится. Но это не говорит о том, что нельзя попробовать еще раз. Пробовать можно всегда. Вопрос здравого смысла. Когда имеет смысл, заканчивать пробовать, менять тактику. об этом говорят исследования, об этом говорят ассоциации европейские, российские, американские, которые собирают коллекторы этой информации, которые статистически обсчитывают и говорят, ребята, после пяти-шести цифров стимуляции овуляции тем же самым стомбегидом, не надо больше женщину мучить, отправлять ее на ЭКО. И которые говорят о том, что после трех-четырех неудачных попыток переноса хороших эмбрионов то-то-то, то-есть, целый список того, что должно произойти. Не надо пытаться переносить этой женщине, нужна суррогатная мать. Вы будете просто ее гонять по цепу на ЭКО и ничего не получать. Вы же видите, что статистически уже это не получит беременность. Получите ее, но она будет через 5-7-8-10 секунд. Конечно. Вариант всегда есть. Вопрос другой. Какая тактика? Какая стимуляция? Как сконструировать программу? Я могу сказать только одно. Пробовать нужно. Вопрос что? А для этого нужно пойти к репродуктологу со всеми обследованиями и понять вообще в каком что состоянии и что нужно делать правильно. Если антивиллеру кармон 0-1 прийти, можно прийти или уже все? Прийти можно всегда. Понимаете? Опять же дети берутся разными путями. Если мы говорим о том, что очень низкий фоликулярный резерв, то мы говорим о том, что во-первых первый путь дорога номер один пытаться получить свои бенцикле. На моей памяти была пациентка, которая восемь попыток восемь попыток эпоха. Ей уже говорили после второй. Понимаешь, ну по одной две клетки мы получаем. Дальше по ее просьбе она уговорила доктора сделать ей очень мощную стимуляцию. Получили восемь клеток. Ни одной из них я не стал к силам. Я полностью закрыл программу на этап эндологический, потому что когда я их обман, они все были аномальными. То, что вы видели, круглая, красивая клетка, да, это мечта. Но они бывают треугольными, квадратными, с кучей в уголе, с зонами расплавления, микроза и всякой другой гадости, которые видеть совершенно не хочется. И когда понимаешь, что из этих клеток не получится эмбрион, или он получится точно аномальным, а вот это вообще свидетельствует о том, что скорее всего все остальные клетки тоже несут какие-то генетические аномалии, и говорят, что вы знаете, наверное лучше вообще эти клетки не используете. И такое тоже бывает иногда. То приходишь к выру, что наверное не стоило. То есть женщина опять же потратила уже немного денег и на препараты, и на программу. В итоге мы пришли к тому, что ей нужны дургусские ветки. Она все-таки дошла до этой мысли, использовали, получила уверенность. Это тоже выход. Это второй путь, который могут предложить. Опять же, все зависит от ситуации. У всех организма разные. Мы все разные. Не может быть одинаковых решений. Поэтому, как найти нужного вам врача, как найти нужную вам вирусную? Только ту, где вам помогут. То есть только ту, где у вас есть нормальный контакт с доктором, которому вы понимаете и самое главное не доверяете. Если вы не доверяете врачу, ничего не получится. Знаете почему? Это, наверное, старая плитка, о которой рассказывали еще на первом курсе мегаинститута. Тогда пришел врач больной и говорит, знаешь, трое нас. Ты, я и твоя болезнь. Если мы с тобой объединимся, мы его победим. Но если ты с ней объединишься, я буду беседен что-либо сделать. Поэтому, если вы не доверяете вашему доктору, он будет беседен что-либо сделать. врачи. Сколько подряд это будет? Под 10 минут до 40. В зависимости от... Нет, даже не от количества, а от ситуации. Под внутривенными обеспечиваниями вы будете без сознания. Без сознания? Ну, элементарно, для того, чтобы просто не дернулись, просто не призыва неужели. Всключительно за это. Как вы говорите, что вас только под этим делается, только под внутривенными. Просто говоришь, раньше делали под местным. Да, на самом деле, по желанию, иногда, когда очень мало клеток, делают и без, просто под местным делают. Просто, во-первых, не очень приятно, сама процедура. Все-таки, когда в горшину протыкает и доночка, это чувствительно. Так и не носит, и неприятно. И второй момент, ни один врач не любит так работать, потому что пациент сознание, она может просто ей надоело лежать, она хочет повернуться. И это повернуться с иголкой брюшной полости очень-таки даже может неудачно закончиться. Поэтому не любят этого делать. Имеет смысл все-таки сознание выключить, пациентка будет бездвиженно или, естественно, все хорошо. А наркоза еще не понимает, да? Я делал просто, это не наркоза в том, что понимание, как вы привыкли, да? Это просто выключить сознание, анестезиологическое неудачно. Все, то есть здесь без нагрузки, без фентанила, без наркотиков, вообще какие-то неудачи. Анастезиолог? Анастезиолог? Да. Анастезиологический бригад. Это работа анестезиологической бригады, которая всегда присутствует. Ну и все, потому что анестезиолог нужен. потому что что бы ни случилось, тут очень много деталей, все стоят на поспорте в США. Любая инвазивная процедура это всегда есть для пациента и на китайском. Вот и все. в этой ситуации всегда интимулярен. Не удивляйтесь. И когда читаешь какой-нибудь бэби-блок, пробирку, еще что-то, но вот когда начинают люди делиться, а мне там вот это посоветовали, всегда хочется задать вопрос. Ну почему? Почему вот ты не покупаешь себе таблетки, которые выписал доктор для твоей соседки? Ну почему? Ну потому что доктор ей выписал. Ну и здесь тоже. Подход, который нашли для, скажем, вот этой пары совершенно неподойдет. Таблетки всех разные бывают. Потому что бывают приходят пары действительно с генетически тяжелым анализом. Здесь приходится привлекать генетиков и вообще думать в другую сторону. Это другие проблемы. Других подходов требует. Всегда все равно. А вот те гормоны, которые колют в любоподдерживающей стадии, они для женщин тоже, скажем так. Я думаю, что они неестественные. Такие они ваши процессы обнесут? Да никаких, подсказки. Их не колют, это или таблетки, которые перорально, или плагинальные гель. Сейчас, в общем-то, предпочтительные не может быть даже гель. Потому что последние исследования показывают, что это таргетное назначение. То есть, непосредственно туда, куда надо. Да. То есть, всасывание, кровоток в воде, еще все-таки завязан с кровотоком банки. И, в общем-то, туда попадает большая часть. Ну, а на организме никакое действие, как в клетке? Фактически никакого. Потому что это фактически лишний вес. От чего возникает? Не от чего, вообще не из этого. Потому что лишний вес женщина переживает, когда принимает первоначальные гиперцептики. Ну, таблетки. В общем-то. От этого бывает какие-то глибания в вес, и, честно говоря, вот в динамику этих процессов я никогда не вне дал. Ну, это нормальный процесс. Знаю, что, в общем-то, эти гормоны, они, как сказать, они анаболические. Ну, собственно, анаболики. То есть, вы знаете, что качки в спортзалах едят всякие таблетки, полят анаболики. То есть, тестостерон, например, тот же самый. Вот повышение тестостерона всегда ведет к увеличению массы. Не важно, мышечный или жировой. Это тоже все знают. Здесь тоже. То есть, эти гормоны тоже обладают анаболическим эффектом в перспективе. Что касается гормонов, которые используем мы, то это ФСД, холикозстимулирующий гормон, литернизирующий гормон, на угле. То есть, это те естественные гормоны, которые постоянно плавают в ходе менструального цикла. Это нормально. От них ничего не происходит. Как считает, что организм женщины на стимуляции начисывался в течение полупереда? Следующий цикл. То есть, восстановление нормального менструального цикла говорит о том, что вся система работает нормально. То есть, она просто вошла в русло. И если мы говорим по оперированию между программами, то есть, нужна все-таки спокойная какая-то новая правильная, то есть, ни один реконструктолог не возьмет пациентку с какими-то гормональными сбоями, правда, не возьмет пациентами. Ничего не выйдет. Потому что пациент, когда он придет, из-за этого будет задавать очень много неприятных вопросов. Это тоже никто не любит. Так вот, обычно между программами минимум один цикл, и потом можно вступать в новый. Иногда рекомендуют, это я тоже видел, и два, и три цикла подождать, отдохнуть, потому что у всех организм разные, тоже успокаиваются. в зависимости от того, что все-таки было. Что касается препаратов, которые применяются в УКО, то это все-таки ФСД, прежде всего, поликонстимулирующий гормон. Он бывает двух типов, это рекомендантный, то есть, полностью синтетический аналог, ну, не то, что аналог, а он же и есть. То есть, химически полученный от лаборатории, он не очищен, то есть, он изначально чистый. Эти препараты, которые появились в конце 90-х годов, практически революцию когда-то сделали, но в итоге оказалось, что они, в общем-то, эффективны, и так же эффективны, как и очищенные препараты. То есть, старые, ночевые препараты того же самого ФСД. Вот и все. Это другая группа препаратов, которые были произведены изначально организмом человека. То есть, они даже не синтетические. Вот и все. Мало того, на вес это не может повлиять практически не как, потому что очень короткие цепловые действия. Стимуляет соответствующие всего 50. И все. То есть, это короткое действие, поэтому... Ну и мало того, все-таки, яичники более рецептивны, ФСД, и все остальное. Рецептивны. Рецептивны. То есть, ну, как можно сказать, чувствительны. Поэтому походы. Спасибо. Обращайтесь. Ваши коллеги убежали? А где территориальная? Где Вы находитесь? Детальный этаж А здесь же этот центральный фонд? Там, где гинекология? Да, совершенно верно Детальный этаж требует Скажите мне, какой доктор У него есть успех в естественном цепи? И он не отрицает, в принципе, этот метод? Понимаете, никто из наших предторов не отрицает этот метод, в принципе Как и любые другие По одной простой причине, что Женщинам показано разное И иногда приходится работать в естественном цепи Но никто его не любит По причине того, что Эффективность в нем достаточно низкая Но Понимаете, здесь психологический момент Когда программа происходит То есть сделали перенос Вырастили, перенесли У женщинам психологически настроена Беременность очень мощная У пары вообще очень мощная И когда все это не получается Не получается в большинстве случаев Потому что, ну такая у нас статистика Понимаете, это слезы в кабинете Это очень тяжело Переносится и самим пациентом И врачом тоже Потому что Основная стоимость В этих гормонах заключается На самом деле Стоимость пепла складывается Из нескольких моментов Например, один Сама программа Сколько она стоит То есть это Оплата как раз Пункции Это оплата Работы Репродуктолога Это оплата Эмбриологического этапа Переносия эмбрионов Если это Платная программа Наблюдение Значит Она у нас Чтобы не соврать Порядка 130 тысяч По-моему Значит Что касается Это по-любому Плюс Лекарство Плюс Обследование До этого Которое у тебя У мужчины Соответственно Да Оно выходит Опять же Мы никогда не настаиваем Чтобы В нашей лаборатории У наших врачей Где удобно Где вам удобно То есть Если у дома Есть лаборатория Идите туда Если она хорошая Все Я вам сейчас Больше не по профилю Задам вопрос Но все равно В этой теме Мне поставили диагноз В 2009 году Непроходимость труб Вот все остальное Где не обследовалось Никаких Больше Нету Ну скажем Критерия Вам это можно будет Подтверждать? Однозначно Потому что Я имею в виду Диагноз Нет Смотрите Диагноз Это является показанием Нелегко по прямой Да Прямой Это прямое показание Потому что Экцеперт не может Эмбрион Уже С термитозойда Эмбрион Не получится Значит Восстановление проходимости Вопрос Что это делать Честно говоря Довольно К этому Относится Это Не в этом Дело Понимаете Полопия Трубая Трубка 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 Восстановила Она обратно Внутри Ресничатые петели Которые создают Реснички Создается Дело в том Что нет ни одного Механизма Который создавал бы Какой-то ток жидкости Кроме Ресничатого Если там В принципе уже Виспайки Как обратно Потом Эти реснички Чтобы функционировали То есть Можно восстановить Проходимость И по ней Может выливаться Жидкость Если попадать Водопадение Но яйцеклетка Подвинется В ней будет То есть В итоге Мы получаем Достаточно Нехорошую Ситуацию Значит Чем нас вообще Интересует Выход трубы В наличии Дегрессантов Что это такое? Это очаг воспаления В самой трубе Я не задерживаю Вас? Нет Это очаг воспаления В самой трубе Когда труба Перекрыта Обтурирована Что такое? Перекрыта Внутри Скапывается жидкость Чаще всего Инфекция Воспаляется Это дело Потихонечку Но Как только Наступает беременность Или она не наступит Или это будет И сложнее То есть Такие трубы Нуждаются В уголовении Однозначно Как вы определяете Инфекция А не инфекция? Гидросапель За что такое? Ну вот как раз Труба Которая Зажата Она Непроходимая А А вы как Узнаете Есть Или нет? Честно говоря Это Несколько методов Исследования Они Подбирают Что конкретно Проходимость Или Лапара Диагностическую Это Раз 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 Что Я Честно говоря Никогда Исследования Если Женщина После Мужчина После Мужчина Мужчина